Все видишь, ты везде суть, Да придет царствие Твое. Субтитры подогнали Симон. 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 а мудрость к добру будьте как совершеннолетние. Это очень важно, потому что, знаете, любовь, в послании к Коринфянам апостол Павел написал, что любовь не мыслит зла. В одном из переводов я посмотрел, очень интересный перевод написано, что любовь не ведет счет злу. Потому что если взяться, считать зло, да, и там зло, и вот там что-то творят непонятно, и там, и там за голову схватишься, и все, руки опустятся, и все. На самом деле нужно искать добра. Не видеть только зло вокруг себя, но видеть, как способность, что ли, мудрость, нужно просить от Господа, как делать добро в этом мире и побеждать зло добром. А что такое добро? Есть в Писании четкое определение. Один из пророков записал слово от Господа, что является добром и чего требует от нас Господь. Это книга пророка Михея, 6 глава, 8 стих. Там написано, «О, человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Вот что является добром. Поступать справедливо, любить дела милосердия, смиренно-мудренно ходить пред Богом. Что это значит? Поступать справедливо. Это значит поступать по правде. Это значит поступать нелицеприятно. Это значит, что не уважать богатого и презирать нищего. Нет. А относиться одинаково, как Господь относится. Не смотреть на внешность, я не знаю, на богатство, на погоны, на чин. Да, смотреть на веру человека, на сердце, на его... Как смотрит Господь на сердце. Вот что значит поступать справедливо. Любить дела милосердия. Относиться... Что значит милосердие? Это прощение, это помощь ближнему, помощь человеку в нужде. Милость, которую оказал к нам Господь, она ни с чем, но несравнима. И Он это требует от нас, как добро. Значит, поступать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим. Что это значит? Смирение – это послушание. Смирение – противоположность гордости. Смирение – это послушание Божьей воли. Это смиренно-мудренно ходить пред Богом – это значит искать мудрости в том, чтобы исполнять Божью волю. Ищите, что есть Божья воля и исполняйте ее. Вот что является добром. Давайте встанем, прославим нашего Господа. Дорогой Господь наш, мы благодарим Тебя, славим Тебя за это утро, Бог, милостивый, добрый, Боже. Научи нас, Господь, по слову Твоему, всегда действовать справедливо, любить дела милосердия, Господь, потому что Ты – милосердный Бог. И помоги нам, Боже, исполнять Твою волю, Господи, в нашей жизни, Господь. Славим Тебя, Боже, Тебе поклоняемся, за все Тебя благодарим, наш любящий Бог. Алилуйя. Алилуйя. Через горы и моря твоей любви река течет Открою сердце для тебя, и исцеление придет Я счастлив в истине твоей, тебе я руки возвесу Я буду вечно петь о любви твоей Субтитры подогнал «Симон» Через горы и моря твоей любви река течет Открою сердце для тебя, и исцеление придет Я счастлив в истине твоей, тебе я руки возвесу Я буду вечно петь о любви твоей Буду 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 тебя любви твоей, буду вас хвалять, буду вас хвалять я, прославляю тебя, мир увидит, свет любви вознесет хвалу до небес тебе. Буду вас хвалять, буду вас хвалять я, прославляю тебя, мир увидит, свет любви вознесет хвалу до небес тебе, буду бедя любви твоей, буду бедя любви твоей. Буду тебя любви твоей, буду бедя любви твоей, буду бедя любви твоей. Буду бедя любви твоей, буду бедя любви твоей. 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 Аллилуйя, Господь. Буду бедя любви твоей, мы будем бедя любви твоей, мы будем прославлять тебя, Господь. Потому что мы собрались здесь, Господь, спасенные, омытые Твоей драгоценную кровью, Боже Великий, чтобы прославить имя Твое Святое, чтобы сказать Тебе спасибо, наш Бог, за то, что Ты однажды изменил наши жизни. Ты, Господь, вошел в наши жизни, Господь, и навел свой порядок, Господь. Ты подарил нам спасение, Иисус. И мы готовы славить Тебя, Господь, и благодарить Тебя за милость Твою, Господь. Мы хотим превознести Тебя, мы хотим Тебе воздать всю славу и честь. Аллилуйя! Бог, славим будь ли Ты, достоин охват. Твой город навсегда святыми ставь, на радость всей земли. Бог, славим будь Тобой, победа нам дана. Не страшен враг, и битва не страшна. Укройся в Тебе. Господь, мы хотим превознести Тебя. Господь, мы хотим превознести Тебя. Господь, Тебя прославим, и божественной долю грянь. И наша жизнь, Господь, в Твоих руках. Ибо Ты один, Господь наш вечный, на земле небеса. Господь, мы хотим превознести Тебя. Господь, Тебя прославим, и божественной долю грянь. И наша жизнь, Господь, Твоих руках. Ибо Ты один, Господь наш вечный, на земле небеса. Бог, славим будь Тебя, за Собою нас позвал. Детям, и божественной долю грянь. и и наш а о с вами тебя дороже жилье лишь и а даешь все все слава а и а аллилуйя да Господь, хотим превоснести Тебя. Господь, Тебя прославим и божестви до любя. Ты наша жизнь, Господь, в твоих руках. Ибо Ты один, Господь наш вечный, на земле и в небесах. Господь, хотим превоснести Тебя. Господь, Тебя прославим и божестви до любя. Ты наша жизнь, Господь, в твоих руках. Ибо Ты один, Господь наш вечный, на земле и в небесах. Иисус, мы прославляем Твое имя, Господь. Только Ты один достоин. Слава Тебе! Аллилуйя! Давайте все вместе споем. Господь, хотим превоснести Тебя. Господь, Тебя прославим и божестви до любя. И наша жизнь, Господь, в твоих руках. Ибо Ты один, Господь наш вечный, на земле и в небесах. Ибо Ты один, Господь наш вечный, на земле и в небесах. Ибо Ты один, Господь наш вечный, на земле и в небесах. На земле и в небесах. На земле и в небесах. Господи, Ты на земле и в небесах И слава Твоя, Господь, она здесь, на этом месте Ты Бог наш, Ты Отец наш Господи, Ты поднимаешь упавших Ты восставляешься к бедных Ты Бог, сирот и вдов Куда нам идти, Господи? Только у Тебя ответы, только у Тебя глаголы вечной жизни Господи, только Ты можешь утешить Только Ты можешь наставить Только Ты обличаешь с любовью, Господь И наказываешь нас, как любящий Отец Милость Твоя, Господь, она возносится над судом Господи, научи нас, научи нас любить так, как Ты любишь Научи нас миловать так, как Ты нас милуешь Научи нас прощать, как Ты прощаешь Господи, Господи Ты призываешь каждого Твоей любви хватает на всех, Иисус Аллилуйя, мой Бог Всякий жаждущий Иди и пей С источника Воды живой Кто верит в Сына Кто любит Сына Всю Твою жизнь Всю Твою жизнь О, нам новинь Аллилуйя Тебе хвала Аллилуйя Тебе хвала Аллилуйя Тебе хвала Аллилуйя Тебе Иисус хвала Аллилуйя Аллилуйя Тебе хвала Аллилуйя, Тебе хвала, Аллилуйя, Тебе хвала, Аллилуйя, Тебе Иисус хвала. Если ты устал, из немог идти, Он рад помочь на земном пути. Ножи все снимает, силы обновляет, Во всех скорбях помощник только Он. Аллилуйя, Тебе хвала, Аллилуйя, Тебе хвала. Аллилуйя, Тебе хвала, Аллилуйя, Тебе Иисус хвала. Аллилуйя, Аллилуйя, Тебе хвала, Аллилуйя, Тебе хвала. Аллилуйя, Аллилуйя, Тебе хвала, Аллилуйя, Тебе Иисус хвала. Лишь Тебе единого слава, Лишь Тебе хвала. Ты всемогущий, Ты вездесущий, Ты Бог наш, Ты Отец наш, Господи. Мы пред Тобой преклоняемся, Потому что Ты благий. Только у Тебя все хорошее в нашей жизни, Господи. Только Ты можешь, Господь, наполнить. Слава Тебе, слава, слава Тебе наш, Господь. Ты проси огня, и Он даст тебе. Станешь радостно, и вперед пойдешь. Лишь Ему надейся, на Него надейся. Всю Твою жизнь Он обновил. Аллилуйя, Господу нашему! Аллилуйя, Тебе хвала. Тебе Иисус хвала. Аллилуйя, Тебе хвала. Аллилуйя, Тебе хвала. Аллилуйя, Тебе Иисус хвала. Аллилуйя, Тебе хвала. Аллилуйя, Аллилуйя, Тебе хвала. Аллилуйя, Тебе хвала. Аллилуйя, Тебе хвала. Аллилуйя, Тебе Иисус хвала. И такие, какие есть. Господи, мы хотим, чтобы наше сердце, оно было открыто всегда пред Тобой, Боже. Слава Тебе и хвала. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что только Ты, Господь, один смог изменить наши жизни, Господь наш. Мы благодарим Тебя, мы прославляем Твое имя, Святое Господь. Тебе слава, Тебе честь, Тебе хвала и величие, великий наш Бог, Отец иный Дух Святой. Аминь. Слава Господу. Слава Господу, братья и сестры. Господь нам подарил спасение. Он дал нам новую жизнь. И мы можем быть в Доме Божьем, прославлять Его. Это чудесно. Когда-то мы умирали, когда-то мы жили без смысла в жизни. Но Господь дал нам смысл. Господь нам подарил надежду. И мы можем быть в Доме Господнем, прославлять Его имя. Аминь. И сейчас у нас будет еще один псалом, в котором мы можем участвовать, также прославлять нашего Господа. И можем служить нашему Господу от нашего имения. Что-то пожертвовать на дело Божие. Пусть Господь благословит каждого. Будем прославлять Его имя Святое и служить Ему. Пусть Господь благословит каждого. Иисус, я так люблю Тебя, Иисус. Ты воссиял своим светом в сердце моем. Знаю, твой Бог во мне пребывает, меня Он преображает ночью и днем. Милостью Твоей взятаю, милостью живу и знаю. Любишь, знаю, любишь ты меня. Твой огонь, твой огонь любви небесной Льется в моем сердце песней, Льется этой песней для тебя. Твой огонь, твой огонь любви небесной Льется в моем сердце песней, Льется этой песней для тебя. Нежность, ты мне открыл свою нежность, Свою отцовскую верность, Мир свой и покой. Отче, ты мне открыл мои очи, И станет светлыми ночи, И радостью царикой. Милостью Твоей взятаю, Милостью живу и знаю. Любишь, знаю, любишь ты меня. Твой огонь любви небесной Льется в моем сердце, Песней бьется, Песней для тебя. Милостью, милостью Твоей взятаю, Милостью живу и знаю. Любишь, знаю, любишь ты меня. Твой огонь, твой огонь любви небесной Льется в моем сердце, Песней бьется этой песней для тебя. Твой огонь, твой огонь любви небесной Льется в моем сердце, Песней бьется этой песней для тебя. Льется в моем сердце, Песня бьется этой песней для тебя. Это Твой огонь, Песня бьется в моем сердце, Песня бьется этой песней для тебя. Твой огонь, милостью живу и знаю. Любишь, знаю, любишь ты меня Твой огонь, твой огонь любви небесной Бьется в моем сердце, песней бьется Этой песней для тебя Милостью, милостью твоей взятаю Милостью живую знаю Твою любишь, знаю, любишь ты меня Твой огонь, твой огонь любви небесной Бьется в моем сердце, песней бьется Этой песней для тебя Твой огонь, твой огонь любви небесной Бьется в моем сердце, песней бьется Этой песней для Тебя Для Тебя Для Тебя Спасибо Тебе за то, что Ты приводишь новых людей, Господь, в Церковь Благослови, пожалуйста, всех, кто сегодня находится впервые в Доме Твоем Пусть Евангелие, Господь, оно просто вливается в сердца Господи, также меняй нас, пожалуйста, Господи, через Слово Твое Обличай, наставляй Господи, мы именно для этого пришли, чтобы иметь общение с Тобой, Господь Дух Святой, открой наши сердца, Боже Великий Аллилуйя Чтобы ничто не могло похитить Слово Твое, которое Ты для нас сегодня приготовил, Господь Аллилуйя Мы за все Тебя благодарим Мы славим Тебя, мы превозносим Тебя, Великий наш Бог и Царь Отец и Дух Святой Аминь Отче наш, сущий на небесах Да святится имя Твое Да придет Царствие Твое Да будет воля Твоя И на земле, как и на небе Хлеб наш насущный Подавай нам на каждый день И прости нам долги наши Как и мы прощаем должникам наших И не веди нас во искушение Но избавь нас от лукавого Ибо Твое есть Царство И сила И слава Во веки Аминь Слава Господу, пожалуйста, присаживайтесь Слава Господу Братья и сестры Друзья дорогие Жив Господь Аминь Может быть кто-то опоздал Не успели его поприветствовать Так что повернитесь к соседу И поприветствуйте друг друга Скажите Как благ Господь Милость его велика Слава Господу Бог живой Аминь Бог живой Послушайте Многие люди Они слышат И даже говорят об этом Но не вкладывают Никакого вообще понимания Размышления в это слово Бог живой Это значит Он живой Все На этом Аминь Он живой Он рядом Он может помочь В трудную минуту У кого-то может быть Сегодня ситуация Какая-то сложная Жизненная Знай, что Бог живой Он может тебе помочь Кто-то может быть Еще что-то переживает В жизни Какие-то сложности Знай, Бог рядом Обращайся Уповай на Него Доверяй Ему свою жизнь И Господь обязательно благословит Аминь Аминь Слава Господу Прошлое воскресенье У нас состоялось Торжественное праздничное служение Это святое водное крещение Слава Иисусу Христу Все-таки оно состоялось Очень часто Ну я припомню Может быть один Вот я уже 13 лет служу Господу За 13 лет Представьте сколько раз Было у нас крещение То есть это Я не могу даже сосчитать Сколько это раз Мы вот крестили людей В разных странах И в Молдове И в Казахстане И везде Вот И практически всегда Практически всегда Погода вот ухудшается В этот день Вот просто Вот жарко-жарко-жарко Тепло нормально Вот у нас крещение И вот дождь, тучи Мрачно, пасмурно У нас в Молдове был случай Утром служение идет Значит Дождь проливной Такой льет Что даже выйти невозможно Сразу моментально Ты промокнешь Вот прям Как из ведра И люди подходят И говорят Вадим, ну что крещение будет Ну что крещение Конечно будет И в этот раз тоже Мне звонили Наши драгоценные Крещаемые Некоторые из них И тоже говорили Вадим, утром Крещение будет Я говорю Конечно будет Все, приходите Все будет нормально И вот В Молдове Про тот случай расскажу И только служение закончилось Мы начали собираться Чтобы выехать на озеро Дождь прекратился Мы приехали на озеро Прямо над озером Разошлись тучи То есть у нас есть фотографии И солнце вышло Такая теплень Просто жара И мы преподали Водное крещение Разложились там на травке Сделали хороший пикник Общение Значит Помолились Аминь сказали И вот только я домой Захожу в подъезд Мы разъехались И опять ливень Просто И вот Олег Лазарчук Как раз приехал в этот день Ливень такой был Что я даже приехал Его встречать Из машины не выходил Потому что очень Все серьезно Бог живой Он обязательно благословит Он никогда не оставит Очень много в Библии примеров Читайте Библию То есть ваша вера Живого Бога Она будет возрастать Только если вы будете Читать Слово Божие Потому что там очень много Написано О великих чудесах Господних Пусть Господь нас благословит И сегодня мы как церковь Должны их благословить Помолиться Поздравить Вручить им свидетельство О крещении И вместе с ними Порадоваться Аминь Слава Господу Итак Приглашаю Сюда к алтарю Абрамова Константина Всеволодовича Пожалуйста Если бы папа воли Нашего брата драгоценного Не принимал крещение Наверное я бы не узнал Что оказывается В честь дедушки Волю назвали Да Воля В честь дедушки Пожалуйста Выходите Братья может что-то Помогите Слава Господу Вот кто-то бы сказал Немощный Зачем креститься А он говорит Хочу креститься С Богом хочу быть И вперед Я говорю Вода холодная Может быть как-то Ну нет Все Я иду Слава Господу Пример Кто-то может быть здоровый Сидит И все Год за годом Ждет чего-то А вот Слава Господу Эти люди Они вроде как Идут-то медленно А вперед Вас забегут В Царствие Небесное Потому что Вера у них Большая И желание Большое Давайте Может быть Я положу А потом И вам Объявим Все Влад Возьми Поздравляем Пусть Господь Вас благословит Постойте Здесь немножечко Хорошо Слава Господу Бекина Ванда Ефимовна Пожалуйста Слава Господу Это Ну можно сказать Самая пожилая Но Я бы так не сказал Она молодец Она живет Не в Омске И вот ездит На собрание Слава Господу Приняла водное крещение Поздравляю вас Пусть Господь Вас благословит Болдырев Илья Юрьевич Слава Господу Тоже брат наш Прошел реабилитацию Адаптацию Сегодня он С нами Слава Иисусу Гриб Арман Ислямович Бог любит все народы Правда? Все 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 Национальности Слава Иисусу Мы очень рады Что у нас Церковь Как и наша страна Много Национальная Он говорит Я русский У моей мамы Вот она здесь Была подруга Значит Вот она бы Наверное точнее сказала Как-то там Гульчитай Гульна Каировна И фамилия тоже Казашка Казашка чистокровная У нее и папа И вот она советский паспорт Получила Значит русская И мы все смеялись Говорим что Ну Вандика Вот Ну слава Господу Разницы нет Мы видим в Библии Что Иисус Христос Возлюбил весь мир Аминь или нет Он не только для Израильского народа Он не только для русских Он не только там Еще для каких-то Он для всех людей Каждая нация Каждый человек Нуждается в Иисусе Христе Слава Иисусу Я еще раз говорю Мы очень рады Что у нас тут разные И армяне есть И цыгане Вот сегодня пришли Слава Господу Мы рады вас видеть Пусть Господь Нас благословит Итак Жилкинбаеву Данилу Александровичу Выдается свидетельство Пожалуйста Слава Господу Тоже Свидетельство Божье В его жизни Слава Иисусу Христу Мы рады Что ты с нами Долгий путь Вот у него так интересно Он молодой А путь у него К Богу долгий Вот так бывает Исаев Сергей Сергеевич Пожалуйста Коренная Светлана Александровна Приглашаем Крубин Сергей Геннадьевич Ну давай Сергей Вперед уже Успел Ну кто был на крещении Это он конечно брат наш Молодец Подготовленный пришел на крещение Богословение Пусть Господь Пусть Господь вас благословит Лабузов Александр Вадимович Лабузов есть Александр? Заболел А где папа? Все просим За сына Это же радость И для папы тоже Правда? Сын принял крещение Поздравляем Пусть Бог благословит Славаныч Максим Сергеевич Турышев Александр Пожалуйста Турышева Елена Богословения Шихатов Вячеслав Александрович И штабель Иван Сергеевич Слава Слава Господу Вот Такое благословение Я в сторонку отойду Чтобы можно было на них полюбоваться Вам всем Мы очень рады Вот от всей души я за себя скажу Я думаю что меня поддержит вся церковь Что мы очень рады Что вы приняли это решение Сегодня вы являетесь частью церкви Неемия И также частью церкви Иисуса Христа На любом месте На всяком месте Где бы вы не были Знаете что Господь поддержит Он обещал И Он обещание свое сдержит Только вы свое обещание тоже не забывайте Хорошо? Пусть Господь благословит Мы помолимся за них Попросим Божьего благословения И чтобы Господь хранил их Защитил И чтобы вел до конца Отец наш небесный Великий Бог Мы благодарим Тебя за Твою чудную милость В их жизни Господи Наших братьев и сестер Ты довел Ты изменил жизни Господи Ты коснулся сердец Твоя любовь излилась Твой мир наполнил их жизнью Хвала Тебе, честь и слава И мы от всей души благословляем их Господи Мы молим Тебя Боже Ты их поддержи Благослови Господь Иисус Когда трудно Чтобы они уповали на Тебя Господь Чтобы их вера не надломилась Но все больше и больше возрастала Боже мы молим Тебя Иисус Христос Пусть они в церкви Найдут свое призвание Своё служение Благослови, чтобы каждый из них Потрудился на этой земле Жизнь земная очень короткая Господи Дай понять Дай это осознать И время даром не тратить Послужить Проповедовать Твое Слово И быть полезным Во имя Иисуса Христа Дух Святой Наполни их силой Дарами Духа Святого Кто еще не крещен Святым Духом Ты крести Наполни Твоей силой И пусть Твоя благодать И милость Пребудет с ними Во имя Иисуса Христа Молимся И славим Тебя Чудного Бога Отца и Сына И Святого Духа Аминь Еще раз поздравляем Спасибо Господи Голубое небо Белые одежды Чистая прозрачная вода Раступятся волны И прощенный грешник Скажет Иисусу Слово Да Верую Верую Пусть услышат это все Верую Верую Пусть услышат это все Кто всем сердцем верит Примет пусть в крещении Иисус когда-то говорит В Иорданских вода Сам Христос в смирении В голову подслушную Верую 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 Пусть услышат это все Верую 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 Пусть услышат это все Верую 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 Пусть услышат это все Верую Пусть услышат это все Пусть услышат это все Верую Верую Пусть услышат это все Верую 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 Пусть услышат это все Верую 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 Пусть услышат это все Верую 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 Пусть услышат это все Слава Господу Поздравляем еще раз Желаем Божьего благословения Пожалуйста Мы приглашаем Деток на молитву И Ирина Сестра наша Делает объявление Дорогие братья Сестры Прошу Минуточку Вашего Внимания Детское служение Церкви Организовывает Детский Христианский Лагерь Дети От 7 До 10 Лет Включительно У них Будет первый Заезд С 20 Июля По 25 Июля Шесть дней Полных Практически Неделю Дети От 11 До 14 Лет У них Будет второй Заезд С 27 Июля По 1 Августа Также Шесть дней Полных Друзья Прошу Скидка Скидка На второго Ребенка 500 Рублей Будет Стоит 3000 Лагерь Будет Проходить На базе Где 2 Года Назад Проходил Лагерь Значит Там Домики Деревянные Дети Будут Спать На нормальных Кроватях Питаться В столовой Будет Обеспечено Пятиразовое Питание Игры Конкурсы Но самое Главное Духовный Рост Ваших Детей Мы Вас Очень Просим Чтобы В кратчайшие Сроки Вы Определились И подошли Записались К Лене Сусловой И сдали Денежки На путевки Последний Срок На первый Заезд Следующая Суббота Прошу Еще раз Чтобы Наши Дети Поехали Мы Всех Ждем Пусть Бог Благословит Давайте Мы Помолимся Попросим Божьего Благословения Для наших Детей Для Наши Дети Мы Мы очень рады Что Господь Нам их дал Будем молиться Отец Наш Небесный Великий Господь Мы Благодарим Тебя За Каждого Ребенка Благодарим Тебя И прославляем Твое Святое Имя Написано В твоем Слове Что дети Это награда От Господа Это твоя Награда Твое Благословение И мы Просим Тебя Пусть Это Благословение До Самой Старости Остается Благословением Мы молим Тебя Наполни Их сердца С малых Лет Твоим Словом Твоим Миром Твоим Духом Твоей Любовью Господи Дай Мудрости Родителям Благослови Преподавателей Боже И пусть Их жизнь Будет Красочной Духовной Благословенной Господи Защити Сохрани От всякого Зла От несчастья Господи Пусть рука Твоя Святая Будет С ними Мы от всей Души Их благословляем И молимся Во имя Отца И Сына И Святого Духа Аминь Будьте Благословены Благослови вас Господь Пожалуйста Занимайте места Слава Господу Слава Богу Сергей сказал За всех Слава Господу Можем сказать Нет Вот это благословение Слава Иисусу Христу Господь достоин славы Мы не должны стесняться Смущаться Там что-то еще Мы должны прославлять Господа В песнях В словах В молитве Всегда И везде Прославлять нашего Господа Иисуса Христа Если мы в церкви Не хотим славить Бога То вне церкви и подавно Ну так или нет Если вы не научитесь В церкви славить Бога Не стесняясь говорить О своей вере О своей любви к Богу То там Вне стен церкви И подавно Так вот Здесь Самая хорошая возможность Хорошая площадка Для того Чтобы учиться Прославлять Бога Поклоняться Не молчать Когда группа прославления Поет и восхваляет Бога Они же не просто поют Они Водят вас в поклонение Понимаете Да Они хотят Чтобы вы вместе с ними Прославили Господа Чтобы мы как Единый организм Как единая семья Возвеличили Его Святое Имя Ну так или нет Пусть Господь Благословит Когда идет молитва Молитесь Когда песня Пойте Когда проповедь Что Слушайте Ну все же просто Благослови вас Господь Сегодня хочу с вами поговорить На такую тему Я думаю что Она очень актуальна И касается Ну практически Каждого из нас Если может быть Напрямую Не коснулась еще То может коснуться Для нас Это будет как предупреждение То есть мы можем Наставление получить И подумать Поразмышлять И назвал я тему Проповеди Таким вот Словом Которое Несколько недель Крутится в моем сердце Слово Отлегло Вот такое название Проповеди Отлегло И Мы будем читать Из книги Откровения Третьей главы Давайте откроем Книга Откровения Третья глава С 15 По 22 Стих Книга Откровений Третья глава С 15 По 22 Стих Господь говорит Знаю твои дела Ты не холоден Не горяч О, если бы ты был холоден Или горяч Но как ты тепл А не горяч И не холоден То извергну тебя Из уст моих Потому что ты говоришь Я богат Разбогател И ни в чем Не имею нужды А не знаешь Что ты несчастен И жалок И нищ Слеп Инак Советую тебе Купить у меня Золото Огнем Очищенное Чтобы тебе Обогатиться И белую одежду Чтобы одеться И чтобы не видна Была Срамота Ноготы Твоей И глазною мазью Помашь глаза Твои Чтобы видеть Кого я люблю Тех Обличаю И наказываю И так Будь ревностен И покайся Вот стою У дверей Стучу Если кто Услышит Голос мой И отворит дверь Войду к нему И буду вечерять С ним И он со мною Побеждающему Дам сесть Со мною На престоле Моем Как и я Победил И сел С отцом моим На престоле Его Имеющий Ухо Да слышит Что дух Говорит Церквам И так Смотрите Что говорит Господь В этом Тексте Он говорит Ты говоришь Что ты богат У тебя все хорошо Все у тебя нормально Но я тебе скажу Что все у тебя Наоборот Ты нищий То есть он Человек говорит Да То есть или церковь Человек говорит Я богат А Господь говорит Нет ты нищий Человек говорит Я здоров Он говорит Нет ты больной Человек говорит Я счастлив А Бог говорит Нет ты несчастен И как часто человек, он создал себе какую-то такую иллюзию, какой-то такой виртуальный мир, что у него все хорошо. И те голосы или та тревога, которая стучит из сердца. Кто-то из вас переживал такое? Нет? Когда вот внутри, вот вроде бы все нормально. Есть машина, есть квартира. Ну все нормально, в принципе, заработок, дети, семья. А внутри тревога вырывается из сердца. Она просто бьет, как в колокол в твоем сердце. Было такое? Нет? У меня так было. Не раз. Когда я еще был неверующий парень молодой, у меня было не раз такое. Когда я иду, вроде бы все нормально, вроде бы в жизни все хорошо, а у меня сердце бьется так, что как будто сейчас выскочит. Какая-то тревога вот изнутри вырывается. Так вот то же самое происходит в жизни каждого человека. Абсолютно. И верующего, и неверующего. Потому что Бог хочет до человеческого сердца что? Вот стою и стучу достучаться. И Он разные обстоятельства в жизнь посылает, чтобы человек понял, осознал и многие вещи в своей жизни пересмотрел. Итак, смотрите. Он говорит, ты не холоден, не горяч, но ты теплый. Вообще, вот человек имеет всегда какие-то нужды, правда? И вот разные обстоятельства, они заставляют нас что-то делать. Вот если бы человек не имел чувства голода, нужно было бы ему идти в магазин, зарабатывать, чтобы покушать. Если бы он не имел бы чувства голода. Конечно же нет, правда? Допустим, вот зима наступила, человек думает о чем. Но здесь вот в России как-то это с этим попроще. Люди сильно не думают, как топить дом. Ну вот я имею в виду в городе, да, где есть центральное отопление. А вот мы жили в Молдове, там все. Середина лета, а то и раньше, люди начинают думать. Отопительный сезон, отопительный сезон, где достать деньги, надо ехать, зарабатывать, надо где-то что-то делать, надо угля запастись, надо подешевле купить, надо дрова собрать. Все, у них вот одна тема. Для них это очень острый вопрос, очень серьезный вопрос. Потому что если они не запасутся, если они не подготовятся, то зима застанет их врасплох, да, как в той басне. И они будут иметь очень серьезные проблемы. И вот зима наступила, холод, человека заставляет что? Разжигать костер, то есть делать какой-то уют в своем доме, правда? Зима закончилась, что? Все. Отлегло. Ну, то есть это слово, оно у нас будет на протяжении всей проповеди. Отлегло, все. Уже не надо дров, не надо угля, человек уже не думает о том, что нужно, правда? Лето наступило, и это нормально. Так вот, есть в нашей жизни какие-то определенные обстоятельства, которые заставляют нас поддерживать вот этот огонь, нашу веру, наше духовное состояние. Допустим, ходить в церковь. Многие же люди, они ходят в церковь только когда что? Когда зима, когда какие-то сложности, когда какие-то обстоятельства, но когда все нормально, они не ходят, им и не надо. И вот обстоятельства жизни наши, они очень часто заставляют нас к чему-то идти, что-то делать и прилагать какие-то усилия. Допустим, болезнь, идти к врачу, да, холод топить, голод работать и так дальше. То есть вот эти вот голод, болезнь, они нас провоцируют, ну то есть не провоцируют, а подталкивают к каким-то действиям. И как человек становится теплым? Вот из этого текста, который мы прочитали. Как человек становится теплым? А знаете, где кроется ответ? И говоришь ты, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Вот оно, это состояние, опасное состояние человеческого сердца, когда он ни в чем не имеет нужды. Когда у него все хорошо, когда у него все нормально. Вы скажете, ну это же так здорово, правда? Чтобы все было хорошо и чтобы все было нормально, это нудно, это классно. А я вам хочу сказать, не всегда. 96% человечества на земле, они не умеют справляться вот с этим вот все хорошо. Вы услышали меня, нет? Вот отдай тебе все, вот деньги, здоровье, богатство, все. И неизвестно, как ты себя поведешь. Сегодня ты верую, верую Господи, слава Иисусу, прославляю Господа, молишься на все молитвенные собрания, ходишь, дай тебе это все. Кто знает, что с тобой будет? И вот многие люди, они не справляются. Они начинают, я разбогател, я богат, я все, я ни в чем не имею нужды. И слово от Господа к этому человеку идет. Ты нищий, ты жалкий, тебе нужно задуматься. Потому что не сегодня, а завтра отнимется жизнь от тебя. Что будет с тобой? Что есть в твоем сердце? И какое твое состояние? Холодный или горячий? Или же теплый? Вот отлегло. Какие у вас есть ассоциации с этим словом? Ну вот, что-то же всплывает в вашей памяти или разуме. Вот отлегло. Вообще это хорошее слово или нет? А? Ну слово хорошее или нет? Ну конечно хорошее. Отлегло. Представь, зуб болит. Болит зуб страшно, невыносимо. У меня раз так болело, что я не знал, что делать. Думал, все, ну точно, что там со мной произойдет. Отлегло, боль прошла, все. Я как будто заново родился. Ну было такое, нет у вас? Я думаю, каждый переживал подобные вещи. Как будто заново родился. Или допустим, вот один товарищ у меня, браток. Печень у него очень сильно схватила. Значит, у него гепатит С. Он не следил за диетой, там ни за чем. И вот печень схватила. Да так схватила, что боль невыносимая разогнуться не может. Ходит, как пожилой дедушка. Его всего скрючило. Лекарства там прописали, врача, то, то, УЗИ, там все плохо. Ему прописали лекарства, начал уколы колоть. Ничего не помогает, боль уходит, но вот состояние печени не улучшается. И он уже за это время, там неделя или сколько прошло, он уже там столько обещаний дал Богу, столько обещаний дал роднее. Все, ни жирного, ни жареного, никогда, Господи, вот только бы прошло. Вот все, вот я буду кашка, там, ну вот диета, ну все будет у меня хорошо. Буду ли витаминки для печени. Только что бы прошло. Отлегло. Отлегло. Ну, через какое-то время. А еще через некоторое время, смотрю, шашлык, жареная курица, острый перец, аджика, кетчуп. Я ему говорю, ты что делаешь? У тебя же печень. Он говорит, так у меня же, он не говорит слово отлегло. Он говорит, так у меня же все нормально уже. Ну, а я уже сейчас добавляю, отлегло, потому что, понимаете? И человек уже не думает, что надо заботиться о здоровье. Человек уже не думает, что нужно бодрствовать, нужно как-то вот прилагать усилия для того, чтобы потом не было сложностей и проблем. Понимаете? И вот вообще отлегло, да, это успокоиться, вдохнуть, ассоциации, да, я вас спросил. Спало с плеч, да, вот какой-то груз, то есть облегчение. Можем сказать, да, слово отлегло? Это облегчение, да, это какая-то легкость. Отошло от сердца, вздохнуть с облегчением. И вот есть физический мир, а есть духовный. И вот физический и духовный мир, они идут вот бок о бок. Кто не знает, для вас это будет открытие, кто знает, для вас это будет подтверждение. Так вот, они переплетаются. И я начну, конечно, с физического, и мы сейчас поговорим вот об этих вещах. Все физическое, я хочу, чтобы вы запомнили, все физическое, оно исходит из духовного. Корни, они там. Еще раз я повторяю. Все физическое, все материальное, то, что вот мы видим, оно исходит из духовного. Люди некоторые спрашивают, почему войны? Почему вот в той стране война? Ну, то есть видимая, да? Убивают, кровь, беда, слезы там и так дальше. Почему? А все это выходит из духовного. Потому что от Бога отступили, потому что я богат, я разбогател, нам Бог не нужен. Мы сами себе боги, мы строим коммунизм, мы строим там еще какие-то системы. У нас все хорошо, церкви ломаем, верующих садим, разгоняем, священников в тюрьмы сажаем. Понимаете, да? Все. Приходит время, крах, разруха, беда приходит. Почему? Так почему? Потому что корни там в духовном. И все видимое, запомните, вот это вот вам очень часто будет помогать в жизни, если вы это запомните. Все видимое, оно берет свое начало в невидимом. Оно исходит из невидимого. И если у тебя на видимом, ну, то есть на физическом уровне есть какие-то проблемы и сложности, ищи корни где? В духовном. Значит, у тебя что-то проблема какая-то там в невидимом. Что-то там какой-то сбой произошел. Понимаете, да? Допустим, парень утром... Не, ладно, не парень, девушка. Девушка, потому что для парней, может быть, это не так важно, для девушек это очень важно. Девушка утром просыпается, все нормально, потянулась, пошла в ванну, к зеркалу, и чуть было в обморок не падает. Почему? Потому что все лицо в плечах. Все лицо в плечах. Прям такие угри красные, знаете. Ну, невозможно выйти на улицу. Ну, как пойти? Никакой тональный крем не поможет. Понимаете, да? И она начинает замазывать, там что-то заделывать. Есть корень, есть причина. Вы понимаете, да? Вот это видимое, оно вышло откуда-то с невидимого. То есть есть какая-то проблема, какой-то сбой в организме или еще что-то. Правильно, да? То есть из невидимого вышло видимое. И вот очень часто в нашей жизни есть какие-то видимые проблемы, видимые сложности, видимые какие-то вещи, и мы не задумываемся. Мы начинаем их решать, мы начинаем их заглаживать, замазывать, но не понимаем, что не лучше ли зайти туда в невидимое, да? Там наладить все, и тогда видимое что? Оно изменится, и будет благословение. Итак, еще раз запомните. Все видимое исходит из невидимого. Корни, они где-то там в духовном. И вот тот браток, про который я вам рассказывал, который с печенью, помните, да? Жареное начал кушать. Через некоторое время он слег в больницу и надолго. Просто результат, понимаете, да? Слег в больницу и надолго. Пример вот из Библии, я вижу очень такой яркий пример людей, которые, у которых вот отлегло, и все. И они начали жить другой жизнью. Это евреи, израильский народ. Вообще для нас, если взять вот Израиль, назвать одним человеком, да? Ну, допустим, своим именем. Очень часто это, ну, прям, прям очень подходит. Потому что израильский народ, они вот в Библии, если мы можем прочитать, очень часто в их жизнь приходили сложности и трудности. Они взывали к Богу. Они каялись. Они оставляли грехи. Они там Богу обещания давали. Ну, даже вот яркий пример Египет, да? Даже неверующие люди знают, он же фильмы разные там сейчас даже, ну, не христиане тоже снимают, а евреях о Египте. Вот находились они в рабстве 400 лет, да? Очень сложно жили. Им было настолько тяжело, что просто невыносимо. И они, написано в Библии, вы прочитаете в исходе, да? Они взывали к Богу оттуда. Они взывали, они вопили. Они плакали, они кричали до Бога. И Господь говорит, когда Моисеев говорил, дошел этот вопль до меня. Бог говорит, послушайте, дошел их вопль до меня. Иди и спаси их. И вот Моисей приходит. Их оттуда, ну, там долгая история, можете прочитать. Он их оттуда выводит с Божьей помощью. Они выходят в пустыню. Бог их кормит маной небесной. Представьте, работать не надо, ничего не надо. Там ни кредитов, ни ипотек, ничего. Вот тебе манна, вот тебе, значит, все покушать. Вот тебе отдохнуть, все есть. И вот они, значит, вышли. Через некоторое время они начали роптать. Где чеснок, а где мясо, а где то. Потом в оконцовке вообще идола себе сделали. Вокруг идола начали прыгать и скакать. То есть Бог уже не... Вот, вот наш Бог. Из золотого истукана себе сделали тельца. И начали возле него прыгать и скакать. У меня сразу вот на фоне нашей темы сразу уже это слово отлегло. Когда вот была проблема, да, нужен Бог. Когда была проблема, нужен Господь. Вот ты нам так нужен, мы без тебя жить не можем. Как только отлегло, все нормально. Нету с кнутом египтянина рядом. Нету там кандалы, там цепи, все ушло. Ну, я так образно говорю, да. Отлегло, все, и Бог отвлек. Ну, я так образно уже говорю. Так вот то же самое происходит в жизни многих верующих людей. Которые приходят, есть нужда, есть проблема, есть какая-то острая ситуация. Когда они к Богу, они такие горячие, слушайте. Так смотришь на них, что аж, ну, завидовать нельзя, да, но такой хорошей завистью. Думаешь, вот слава Господу, мне бы быть таким. А сердце-то мы не знаем. А там вот ему только до поры до времени. Он сейчас горит, потому что у него есть нужда. У него есть острая нужда. Какой мы можем найти вот антоним, к слову, отлегло? Вот как? А? Прилегло? А, молодец, правильно. Припекло. Вот, Лена, видать, мы с тобой вместе где-то там сидели, молились, готовились. Припекло, да, я другого не нашел. Припекло. Так вот, часто бывает в жизни нашей такое, ну, состояние припекло, да? Ты почему пришел сюда? Мне припекло, да? А ты что здесь? Да припекло. А ты что кредит берешь? А припекло. А ты что? Понимаете, да? И вот ситуация, 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 которая что-то заставляет делать, к чему-то приходить и так дальше. И вот человек, приходящий в церковь, очень часто, разговаривая с ним, спрашиваешь, ты почему пришел в церковь? Он, конечно, не говорит, что припекло, да? Некоторые прям прямым текстом это говорят. А некоторые говорят, да вот там ситуация с сыном, там, с мужем, там, та-да-да-да. Это и есть припекло. Понимаете, да? Потому что если бы не эта ситуация, ты бы что? Тебе бы не нужно было приходить. И вот человек пришел, начал ходить на собрание. Что нужно? Домашняя группа, пожалуйста. Где там мамочки собираются? Я у вас. Все-все-все, молитва. И тут отлегло. Муж там перестал пить. Сыну веровал. У нас есть вот здесь один брат. У него с мамой такая ситуация была. Один сын наркоману веровал. Второй сын наркоману веровал. Все нормально. Все хорошо. И в церковь уже ходить не надо. Ее на собрании нет. Уже годами. Годами ее нет на служении. Она живет себе своей жизнью. Отлегло. Понимаете, да? И вот состояние сердца, настоящая вера, она не должна базироваться на этом припекло и отлегло. Я что хочу донести? Понимаете, да? Настоящая вера, любовь к Богу, она должна быть, ну, нет разницы, припекло или отлегло. У тебя либо вера есть, любовь к Богу, либо ее что? Нет. Потому что вот эта ситуация, она обязательно покажет и откроет, кто есть человек на самом деле. Как только человека, вот обстоятельства подталкивают к каким-то действиям, все, он горит. Он любит Бога, он служит и так дальше. Как только ситуация поворачивается наоборот, жизнь меняется. Первая Петра, 4 глава, 1 стих. Давайте прочитаем. Первое послание Петра, 4 глава, 1 стих. Первая Петра, 4 глава, 1 стих. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Потому что страдающий плотью что? Перестает грешить. Что нужно, чтобы человек перестал грешить? Многие не произнесли это, потому что страшно же, да, сказать. Понимаете, да, это же нелегко произнести, сказать. Потому что он знает, что он-то грешит. И он сейчас будет говорить это, он сам себя осудит. Понимаете, да? Он сам, ну, как бы, осудит свои дела. Так вот, Писание говорит, страдающий плотью что? Перестает грешить. Я уже как-то говорил и еще раз повторю, что человек, который имеет серьезную болезнь, у него нет мыслей о гулянках, о каких-то там, какие-то развратные мысли. Ему не приходят в голову. Когда плоть болит, когда все тело ломит, когда температура 41. О чем думает человек? Скажите. Только об исцелении, правда? Чтобы ему пришло облегчение, чтобы вот легче стало, чтобы болезнь оставила, чтобы ушла, чтобы ему какое-то облегчение пришло. Страдающий плотью перестает грешить. И вот запомните еще такую мысль. Чтобы не припекало, послушайте, потому что никто не хочет, чтобы припекло, да? Никто же не хочет? Я не хочу лично. Вы не хотите, чтобы припекло, да? Так вот, чтобы не припекало, нужно бодрствовать и достойно себя вести после отлегло. Уловили, да, мысль? Еще раз повторяю. Чтобы не припекало в жизни, чтобы не было вот этих вот обстоятельств, которые тебя к чему-то подталкивают, чтобы тебя не припекало, нужно достойно, нужно бодрствовать и достойно себя вести после отлегло. Опять возвращаясь к началу своей проповеди, что многие верующие люди не умеют себя вести вот после того, когда все отлегло. Финансовый кризис отлег, нормально, финансы есть, в порядке, здоровье, все хорошо. И вот все-все-все со всех сторон отлегло. Ну, все трудности, скажем так, враги, да, которые на тебя наступали. Ну, враг, болезнь, враг, там, нищета, там, еще что-то. И вот все эти враги от тебя отошли, и все. Вот здесь вот научиться жить достойно и верить, продолжать в Богу, вот это очень нелегко, понимаете, да? И только вот в таком состоянии, только в таком состоянии показывается, на самом ли человек в деле верующий или нет. Потому что в трудностях, когда вот этот вот большой, хотел сказать, ну ладно, большая проблема приходит в жизнь и начинает жалить тебя. Там все верующие, даже атеисты начинают молиться там и в церковь идти. И все, когда болезнь пришла там, вот они ходят там, говорят, я в Бога не верю, я атеист, я сам себе Бог, раз рак пришел. Все, повезли по всем церквям. Все, и покрестился, и помолился, и молится каждый день, и все-все-все исполнит, понимаете, да? Или вот мы видим в Библии ситуацию, один там военачальник, был хороший воин, все у него в жизни было хорошо, но прокаженный, болезнь страшная, неизлечимая. И вот ему все хуже и хуже и хуже и хуже, и он уже готов даже к врагу пойти, там, неважно куда пойти, чтобы только получить исцеление. Он приходит к этому пророку, пророк даже не выходит, говорит, иди там, окунись в грязной этой речке, и будет 7 раз, и получишь исцеление. Он разозлился, как так, что он даже ко мне не вышел, а он так и не вышел в оконцовке. И ему потом слуги его говорят, да слушай, иди ты сделай, ты столько денег потратил на все. И он идет, значит, 7 раз окунулся и получил исцеление. Человек готов хоть что делать, вы понимаете, нет? Он готов хоть куда ткнуть свою голову, свою руку больную или еще. Он готов вообще хоть что. Есть люди верующие, которые отрекаются от своей веры и идут к колдунам. Потому что молятся, молятся, но нет исцеления. Они отрекаются, идут к колдунам. Там тоже ничего не помогает. Потом опять приходят уже на смертном, отрекаются. Я знал такого человека. Господи, прости, что я от тебя отрекся и умер. Люди готовы на все. Но если есть стержень в твоем сердце, в твоей жизни веры в Бога, вы слышите, нет? Если у тебя есть настоящая вера, настоящая любовь в Богу, то не важно, что в твоей жизни происходит. Припекло или отлегло, или еще что-то. Ты любишь Бога, ты веришь и ты служишь Ему. Ну аминь или нет? Неважно. Чтобы не припекало, нужно быть достойным. Нужно учиться, как апостол Павел говорил, я умею жить в скудости и в изобилии. Я умею и так, и так. И я верю не потому, что меня Бог благословляет. Может быть, кто-то из-за этого верит, да? Но это ошибка. Я верю не потому, что Бог меня исцелил и спас меня там от наркотиков или еще от чего-то. Я верю, потому что я верю, что Бог есть, что Он любит меня и что Он живой. Аминь или нет? Я люблю Его не потому, что Он любит меня и не потому, что Он что-то в моей жизни сделал. Я люблю Его, потому что Он много милости явил и Он дал мне жизнь. Почему мы любим своих родителей? Не за что-то же, правда? Потому что они наши родители. Потому что они дали нам жизнь. Так вот, Бог дал нам жизнь. И так, отлегло вот это вот состояние, после которого мы должны уметь достойно жить перед Богом. Это облегчение, снятие напряжения. И вот в таком состоянии очень легко что? Уснуть. Забыться. Вот женщины, которые рожали, вы знаете, да? Что когда идут сами роды, очень неприятное такое состояние. Так вот, после того, как ребенок уже родился, очень быстро боль что? Забывается. Ну так или нет? Я не могу с уверенностью сказать, потому что я не рожал. Но так оно, да? Вот боль, сильная боль, все. Я часто этот пример привожу, потому что он очень наглядный. Очень сильная боль, потом раз, облегчение пришло, и тут еще радость этот ребенок. И все забывается, вся боль уходит, правда? Через день, через два, через пять, через неделю, через месяц вообще забылось все, правда, нет? Так вот, то же самое и забывается милость Божья в жизни некоторых людей. Они пришли сюда, приползли, как та женщина, там, страдающая кровотечением, больная вся. Некоторые приходят со своими нуждами, со своими вот этими припекло, знаешь, он приходит и припекло свое приносит Богу, говорит, вот, Господи, все, помоги. И Господь приходит и помогает. И как только отлегло, человек что? У него и Бог все уже пропал, как вера, а зачем? Все же нормально. Спасибо, Господи, там. Пожертвование дал. И пошел дальше жить своей жизнью. Не для этого Бог умирал на кресте. Вы слышите, да? Не для этого Господь явил свою любовь в Сыне Своем. Не для этого есть церкви. Не для этого мы собираемся. Господь говорит, чтобы верность наша, она всегда была верностью. Чтобы мы всегда на всяком месте были верны Господу. И вот в таком состоянии, когда все вроде бы Бог благословляет, все хорошо, вот в таком состоянии очень легко уснуть. Человек, у которого за спиной стоит там какой-то бандит с ножом, тычет ему в затылок. Скажите, так уснуть легко, нет? Наверное, в сон сразу тебя клонит, да? Здесь автомат, здесь автомат и здесь еще пулемет. И вот ты сидишь и тебе сразу в сон, спокойно так в сердце. Хорошо, так потянулся и уснул. Нет! Человек бодрствует, правильно, нет? Он просто бодрствует, реально. Вот это самая настоящая бодрость. Но как только все отошло, никого не видать, все, трудностей, проблем нету. Господь всех разрешил. Господь все исцелил. Господь все уладил на работе, в бизнесе, все хорошо. И вот, и все, и человеку свойственно засыпать, понимаете? Так вот, здесь мы не должны допустить этого. Самсон, как он допустил в своей жизни, как произошло так, что вот он такой сильный, такой помазанный, что никто не мог его победить, Бог дал ему такую большую силу. Как получилось так, что он был лишен этой силы и вот все потерял? А знаете как? Ну понятно, Далида. А как это произошло? Смотрите, ну как это произошло? Войны, битвы, сражения, напряжение, правильно? Как он жил? Он же постоянно там то челюстью кого-нибудь побьет, то там лисицы, то у него там тысячи филистимлян, то 200 человек там, то он бился, дрался там, то ворота он снял там огромный на гору, занес, их там 20 человек поставить не могли, он один их свернул. Понимаете, да? У него постоянно, постоянно битва, напряжение, напряжение. И тут раз, Далида, спокойствие, нет врагов, все хорошо, нет битвы, нет опасности. Он раз так головку на колени к ней, она ему погладила еще. Там жестокость, а здесь ласка, нежность, да? То есть вот такие вот вещи. И все ее убаюкивает это. Все хорошо, доход хороший, ипотеку закрыли, все нормально, сын не наркоман, муж уверовал, все нормально, хорошо. Жить езди, кушаем икорку красную, черную, понимаете? И вот она, Далида, это сидит, вот эта жизнь благополучная, она тебя убаюкивает. И вот Самсон с этого стресса, и потом раз, такой резкий покой, и такой вот, ну, и он лишен силы, выкололи глаза и повели в плен, как вола. Понимаете, да? Вот она опасность, вот она проблема. Если мы пришли, то мы должны бодрствовать. Библия, вот почитайте, от бытия до откровения. Очень часто Бог говорит, бодрствуйте, 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 понимаете, да? И когда вот ситуация, и когда все решилось, особенно мы должны бодрствовать. Я вижу картину из Экии, когда он заболел, пришла проблема, и он возвал Господу, Господь его исцелил, все у него хорошо, все наладилось. И тут, значит, приходят там с другого царства люди, и он пошел их по комнатам повел. Читали, да? И пошел там, вот у меня здесь богатство, вот здесь меня там все, вот здесь золото у меня, здесь у меня, значит, все, все, все. И приходит пророк. Недавно только пророк пришел к нему, хорошую новость принес. Говорит, будет тебе исцеление, 15 лет жизни продлится. И тут же приходит этот же пророк, но через какое-то время. И говорит, что там ты показывал? Он говорит, все показал, ничего не утаил. Он говорит, ну вот этого всего ты лишишься. Понимаете, да? Не бодрствовал. Все. Болезнь оставила, Бог благословил, все хорошо, и вот пришло облегчение. Очень часто в нашей жизни мы не умеем жить в благословении. Вы слышите, да? Мы не умеем жить в благословении. Только вот в трудностях, в скорбях. Ну, Бог-то хочет нас благословить. Бог же не хочет всегда вот это вот припекло, прилеплять к нам. Нет, Он этого не хочет делать. Он хочет, чтобы мы научились жить после отлегло достойно, прославлять Его так же, еще больше, как в трудностях. И если мы научимся славить Бога, вот когда трудности ушли, тогда они не будут приходить. Нет надобности. Вы слышите, нет? Нет надобности. Будить человека, который не спит. Есть надобность? Нет? Нету. Если человек, он бодрствует, его не нужно будить. Будить нужно только спящего. Так вот, если ты бодрствуешь, если ты видишь, как Бог тебя выводит из ситуаций трудных, и ты, наоборот, еще больше прославляешь Бога, еще больше веришь, тогда Господь благословит тебя еще больше. Не будет каких-то ситуаций происходить в жизни. Наша жизнь, это вот сплошной выбор. Я часто это говорю. Всегда в нашей жизни какой-то выбор. И особенно, особенно выбор. Когда, допустим, человек утопает, когда он тонет, у него выбор, тонуть или спастись. Вот я подплыл, допустим, и говорю, давай, спасайся. И у него тоже выбор есть, правда? У утопающего. Или дальше тонуть, или протянуть руку и спастись. Но в чу, ну, как бы, какой выбор он сделает? Ну, 95%, да? 95%, ну, есть, может, 5%, которые жить не хотят. Но 95% это, который, конечно, выбор сделает правильный. А если человек сидит, там, я не знаю, где, где-нибудь там на Канарах, да? Сидит, у него все хорошо, там, ну, все вообще отлично. Все в жизни хорошо. Я ему говорю, поехали в Сибирь, надо бездомных кормить. Бросай свою шезлонг. Бросай свою икру красную. Поехали там в Сибири в мороз, 41 градус, надо в подвал лезть, бездомных доставать, кормить. Они там погибают. Выбор, да? И что он выберет? Здесь уже борьба, понимаете, да? То есть, если утопающий, то, конечно, он раз схватился, там даже не думает, куда там, это же погибет. То здесь уже выбор. И вот так же здесь. Когда припекло, когда припекло, то, конечно, человек, надо молиться, конечно, буду молиться, надо на домашке, конечно, буду на домашке, надо проповедовать, конечно, буду проповедовать, надо там еще что-нибудь, ты ему хоть что скажи, землю надо кушать, он будет кушать. Если припекло, если реальная проблема, серьезная. Но как только отлегло, вот это все ушло, вот там человек уже выбирает, тогда уже сложно выбрать в сторону Бога, понимаете, хочется и поспать, и во время служения хочется там еще, но у меня же один выходной. Сразу же, да? Раньше у него не было такого. Когда у него вот эта проблема была в жизни, у него не было мысли, чтобы в воскресенье не прийти на служение. Он всегда был на служении. И даже те люди, которые говорили, зачем отдохни, он говорит, нет, вы что, надо Богу служить, надо идти молиться. Как только отлегло, все, у него уже начинаются разные варианты. Так вот, Бог говорит в Слове Своем, что мы должны бодрствовать. И местописание, я одно только взял, их очень много в Библии. Коринфянам 16 глава, 13 стих. 16 глава, 13 стих. 1 Коринфянам 16 глава, 13 стих. Итак, бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны и тверды. Первое слово, с которого начинается этот стих, какое? Бодрствуйте. Можно ли быть твердым, не бодрствуя? Вот если, допустим, менять местами. Можно ли быть мужественным или стойко стоять в вере, не бодрствуя? Конечно же, нет. Самое важное и главное в верующем человеке, это бодрствовать. Вы слышите, да? Бодрствовать. И во всяком месте, на всякое время знать, что мы верим, потому что Бог есть, Он есть живой. Не почему-то, не за что-то, а потому что Он есть. И помните, что когда приходят трудности в нашу жизнь, значит, они нас к чему-то подталкивают. И когда это отходит, отлегло, мы должны помнить, мы еще больше должны служить Господу. Аминь? Аминь. Пусть Бог вас благословит, друзья мои, братья, сестры. Чтобы в трудностях, в разных ситуациях жизненных, чтобы мы искали Господа. Но и после, когда эти трудности уходят, мы также продолжали искать Господа. Вот к чему я говорю. Потому что говорить о том, что в проблемах давайте искать Господа, даже мне много об этом говорить не надо. Вы сами будете искать. Правильно? Но я больше хочу сказать, вот, после отлегло, вот это состояние, когда все хорошо, когда Господь тебя благословляет, когда у тебя все в жизни хорошо, вот тогда продолжай славить Бога, служить Ему, молиться и прославлять Его Святое Имя. И тогда Бог тебя благословит, и вера твоя будет крепкая, и жизнь счастливая, и Божье благословение будет у тебя. Аминь? Аминь. Да благословит вас Господь. Давайте помолимся. Божье благословит вас Господь. Но очень часто в нашу жизнь приходят какие-то трудности, вот эти, какие-то переживания. И мы не можем понять, почему это происходит. И для многих это тупик. Но сегодня, Господи, я прошу Тебя, дай нам понимание, уразумение, что все эти ситуации, они показывают на наше состояние духовное. Все вот это видимое, что есть в нашей жизни, оно показывает наше невидимое, то, что сокрыто в глубине нашего сердца. И когда вот эти обстоятельства, они обнаруживают какие-то трудности, проблемы в нашем характере, в нашей жизни, или может быть какой-то грех есть. Господи, Ты показываешь нам, чтобы мы покаялись, изменились, чтобы мы бодрствовали, Господь. Я прошу Тебя, научи нас жить достойно, не только, когда нам трудно. Молиться горячо, не только, когда нам тяжело. Приходить в церковь на служение, на все служения, когда у нас трудности в жизни, не только тогда, но и после того, как Ты благословляешь, исцеляешь и даешь ответ на молитвы, Господи. Я прошу Тебя, помоги нам это понять, уразуметь, потому что это есть залог нашего благословения. Это есть, Боже, наше будущее в благословении. Прошу Тебя, научи нас бодрствовать, и когда все у нас в жизни хорошо, молиться, поститься, ходить на собрания, служить, читать Слово Твое, Иисус Христос, всегда наполняться Тобой. Даже когда нет в этом нужды острой, Боже, быть на чеку, быть на страже. Прибудь с нами, Господь Иисус, и пусть благодать и милость сопровождает нас. А мы Тебя любим, мы Тебя славим и за все Тебя благодарим. Великого, чудного, всемогущего Бога, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Пусть Господь вас благословит. Занимайте места. Братья и сестры, несколько объявлений. Напоминаю, что расписание основных служений и мероприятий можете посмотреть здесь при выходе и внизу на стенде. Каждый понедельник у нас здесь даем молитвы, 18.00, молитвенное служение. По вторникам школа Христа. Такое объявление, что в этот вторник школа Христа не будет проходить, потому что пастор уехал по миссионерскую поездку. Не будет. Приглашаем на домашние группы. Расписание практически каждый день на неделю вечер вы можете провести в общении в домашней обстановке с молитвами, изучение слова вместе. Сейчас очень интересные темы о пророке Илии начались. Приглашаем на домашние группы. В четверг у нас 18.00 основное богослужение. В субботу много детских служений, также библейские курсы, служение благовестия, картонка, кто хочет участвовать, в следующую субботу здесь в доме молитвы в 2 часа на картонку. И в воскресенье у нас основное богослужение в 11.00 и вечером молодежное служение в 18.00. В следующее воскресенье у нас в гостях будет оперная певица с Казахстана. Очень, думаю, будет благословенное служение в следующее воскресенье. Не забывайте также, жертвуйте на ремонт, давайте вместе делать этот дом красивым, это наш дом. И сейчас у нас будет молитва о нуждах. Иисус всегда учил, что нужно, должно всегда молиться и не унывать. Это очень важно, даже когда трудности кругом, во всем, как уже Вадим говорил, бывает. Интересный тоже пример. На войне как-то к командиру одному подбегают, говорят, все, нас враг окружил со всех сторон. Он говорит, отлично, зато теперь мы можем атаковать в любом направлении. Так что давайте встанем, помолимся, отдадим все эти нужды в руки Божьи. Дорогой Господь наш, Бог, Отец Небесный, мы во имя Иисуса Христа благодарим Тебя, Господи, за драгоценное Слово Твое, Боже, за то, что учишь и наставляешь нас, Господь, наполняешь нас истинною Своей благостью, Господи. Меняешь наши сердца, ведешь нас и хранишь, Господи, рукою Своей, Боже. Помоги нам, Боже, исполнять Слово Твое во имя Иисуса Христа, Господи. Мы все эти нужды сейчас, Господь, отдаем в руки Твои, Господь. Ты знаешь все трудности, проблемы, Господь. Мы на Тебя уповаем, Боже, потому что знаем, что Ты, как любящий Отец, печешься о нас, о детях своих, Боже. Благослови наши дома, семьи, Господь. Кто-то болен, если, Боже, Ты исцели во имя Иисуса Христа, яви Свою милость, Господи. У кого-то может быть трудности жилищные, финансовые, Боже, мы на Тебя уповаем, Господь. Помоги, научи нам, Господь, искать прежде всего Твоего Царства и Твоей правды, Боже, и верим, что Ты остальное все прилагаешь. Славим Тебя, Тебе поклоняемся, наш любящий истинный Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Прославим еще Господа. Слава Господу. У нас еще молитва, пожалуйста, София, наша сестра и Геннадий, мы просим вас сюда вперед выйти. Вы так смотрите на меня удивленно, как будто вы не знали. Мы должны за них помолиться. Значит, какая ситуация? Я сам просто был в шоке. Они две недели назад задумали ситуацию в своей жизни. И я не знал, вот они сегодня подошли и сказали, я думаю, что для всех это будет немножко неожиданно. Они, значит, переезжают в деревню жить. То есть там у них есть определенные трудности, сложности, там семейные обстоятельства. Вот. Они переезжают. Конечно, я сказал, что печально, потому что там, ну, как будто частичку, да. Но они живы, слава Господу. У нас есть возможность за них молиться, и чтобы они там что? Проповедовали Евангелие и были светлыми примерами. А может быть, такова воля Господня, чтобы вот распространять Божий свет и Божий огонь. Ну, мы очень рады, что вы были с нами. Если вернетесь, мы, вы наша семья, и мы ваша семья. Вы поняли, да? Пусть Господь благословит. Мы помолимся за них, чтобы Господь там их сохранил, защитил и употребил. Аминь? Аминь. Будем молиться. Отец наш небесный, великий Бог, мы благодарны Тебе, Господь, за эту прекрасную семью. Спасибо Тебе, Господи, что они имели возможность быть с нами. Служили, чем могли, помогали, Господи, и прославляли Твое Святое Имя. И сейчас, Господи, мы верим, Боже, что ничего не бывает в жизни верующего просто так случайно. Боже, они переезжают, и мы просим Тебя, Ты защити и сохрани их там, где они будут жить. Благослови, Господи, чтобы они также смело проповедовали, свидетельствовали о Твоей любви, о Твоей милости, о спасении. И просим Тебя, пусть Твоя рука святая будет с ними, защищает и хранит их, обеспечивает во имя Иисуса Христа. Мы Тебя любим и славим, великого Бога, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Пусть Бог Вас благословит. Благослови Вас, Господь. Еще у нас есть одна молитва. У нас у Никиты сегодня день рождения. Слава Господу. Мы все Тебя поздравляем, желаем благословения. Может быть, кто-то лично подойдет еще, пожмет Тебе руку, поздравит. Может быть, что-то в руке там принесет, какой-то там подарочек. Это уже дело каждого. Но мы, как церковь, хотим помолиться и благословить. Потому что самый лучший и самый дорогой для Тебя будет подарок – это от Господа. Я верю, что Бог знает, что Тебе сейчас нужнее. Мы помолимся и благословим. Отец наш Небесный, великий Бог, мы молимся Тебе за нашего брата Никиту. Спасибо Тебе, Господи, что Ты нашел его, что Ты ведешь его в жизни, Господи. Мы видим, как рука Твоя святая с ним. Мы видим, Господи, что Ты даешь ему и таланты, способности и желание служить Тебе, Господи. Спасибо Тебе. Мы просим Тебя, благослови. Ты знаешь, в чем он имеет нужду, что сейчас для него важно и главное, что ему нужно сейчас в жизни, Ты благослови. Пусть Твоя рука святая коснется всех немощи. Пусть, Боже, Твое благословение, Твоя благодать обильно наполнит его жизнь, Господи. Мы просим Тебя, пусть все его таланты, способности, которые Ты даешь ему, он развивает, возрастает и в вере, и духовно. И в способностях, Господи, благослови, Святый Божий, чтобы он был всегда примером достойным, Господь. Мы от всей души благословляем и молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Пусть Господь Тебя благословит. Поздравляем. Прославим еще Господа. Через горы и моря Твоей любви как печет, Открою сердце для Тебя, и исцеление придет. Я счастлив в истине Твоей, Тебе я руки вознесу, Я буду вечно петь о любви Твоей. Субтитры создавал DimaTorzok Через горы и моря Твоей любви как печет, Открою сердце для Тебя, и исцеление придет. Я счастлив в истине Твоей, Тебе я руки вознесу, Я буду вечно петь о любви Твоей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok